Скачивай приложение для мобильных устройств, открывай их и зарабатывай на этом. GoAppCash, спонсор данного выпуска. Выходы 1-1 и реализовывал 2-0. В итоге проиграли за ним два момента своих. Единственный за матч реализовал с Териком. Это вообще Атастом. Тимащук с метра в самом начале матча не попал. Ворота в пустые. С метра, реально. И, короче, меня там начало бомбить. Из-за этого я там крикнул, типа, да, мы теперь проиграем. Из-за этого мы реально проиграли. Терик забил один мяч. И все, как бы я после этого ничего не мог делать вообще, в принципе. Ну, там неинтересно смотреть, поэтому я думал, решил, короче, вам не показывать. Смотрите, 3-2 в итоге еще и Локомотив выиграл. И мне вот интересно, тут-то из Аякса, чувак, решили Базоер, Ри Чедли. Базоер, наверное, так пока не заменит, но это опорный полузащитник из клуба Аякс. Просто обречен стать иконой для болельщиков клуба. Блин, ну в Аяксе очень-очень много, очень-очень много хороших футболистов. Базоер, может быть, стоит к нему присмотреться реально. Так, ладно, сейчас у нас ЦСКА. Я решил вам, я даже не знаю, вот этот матч буду показывать или нет, но я, в общем, решил показывать только такие какие-то переломные моменты стоящие, потому что на остальное время терять, ну просто смысла нету. Итак, Мулин, ну то есть не нарезками матча, а вот именно матчи только стоящие какие-то. Сейчас кубок как бы ЦСКА у нас. По контракту нам нужно выигрывать на этот ЦСКА, выходить дальше. Синк, я посмотрел, 28 лет, поэтому мы его выпускать будем теперь крайне редко. Мулина, Камилю будем выпускать почаще, потому что 21 год, потому что прогрессирует. За сезон поднял на 4, да, получается, или на 3. Ну, сколько у него там было, 59 или 60? Ну, в общем, сейчас 63, нехило. То есть может вырасти очень неплохой футболист. И с Камилем Мулина, поэтому его как бы будем задействовать почаще. Ну вот, в остальном, как бы разочарован в Тимущуке в этом плане по матчу с Териком. Но, надеюсь, сейчас в матче с ЦСКА все будет хорошо. Вот, ко всему прочему, еще и эту серию записываю второй раз, потому что вылетел, вылетела критическая ошибка в синий экран смерти. Проверил сейчас оперативную память, все хорошо. То есть обидно. В принципе, было бы не обидно, если бы критическая ошибка вылетела из-за проблемы с оперативкой. Заменил бы и все. А теперь сижу гадаю, из-за чего это может быть. Вот. Но, благо, хоть тогда матч с ЦСКА не удался. То есть, в том плане, что я его только начал и вылетела как раз-таки ошибка. Нет такого, что я сейчас переигрываю этот матч. Нет. Ну что ж. Вермлом с мячом играет центр. Марганцалес это, да? Еременко. Тошич. А это вот, кстати... А, ну, господи, я в матче с Териком говорил, что... Ну, который вам не показал как раз-таки, что Тошич ушел из ЦСКА в Терик. Потому что... Потому что был там в Терике, собственно, еще один какой-то Тошич. Вот. А тут бах, смотрю, и... И Зоран Тошич на месте. Значит... Значит, в Терике какой-то другой. У Гувиера отобрал мяч. Летит вперед. У Гувиера устремляется один на один. К воротам подбегает. И Фернандес его встречает. Быстренько. Нарушение правил имеется? Или не имеется? У Гувиера нарушил, что ли? Походу, да. Можно было там, конечно, отдаляться от защитника последнего и пробивать в ближний угол. Травмирован Щеников. Вот уж незадача. Прошу простить меня. Хорошая передача на Угу Виера. И удар вот в дальний угол был бы неплохим, если бы... Если бы не Игорь Акинфеев. Мирзов. Вера там почему-то падал на уровень полуметра, чтобы ударить по мячу, который летит на уровне метра двух с половиной. Где-то так. Мячится искать. Рюминка на Ахмеда Мусу. Вновь Рюминка. Муса. Вермлом и удар на самом деле опасно пропустили. Вот если бы на этой позиции вместо Вермлума оказался Ахмед Муса, это был бы гол. Цибиков на Лунгу. Я, кстати, узнал... Цибиков его зовут реально. А я называю его постоянно Цибыков. Прошу прощения. Цибиков. Вермлом. Единственное, я по ударению не узнал. Может, Цибиков, а не Цибиков. Цибиков как-то звучит по-русски, а Цибыков нет. Цибиков, точнее, Цибиков, наверное, все-таки. Хотя, Цибиков... Я не знаю. Цибиков, короче, буду его называть. Коль уж привыкли к Цибыкову. Цибиков с мячом, кстати говоря. Вот нифига себе он тут финтит. И Лунгу. Отличный проход в Войну. Там передача была сделана, но напрасно. Цибиков должен защищать, а не финтить, блин. Цибиков. Вот он с мячом. Устремляется вперед. Вот здесь уже можно пофинтить. А здесь уже ничего не получается. Вермлом. Вермлом опять с мячом. Ахмед Муса на фланге. Назад играет на Щенникова. А, вот он не получил травму. Получил маленькое, видимо, повреждение. Цибиков у Ахмеда Мусы мяч выбил в аут. И так, что мяч в итоге от ноги Мусы в этот самый аут. И улетел. Лунгу. Далеко очень мяч отпустил от себя после борьбы. Борьбы. Махмед. Муса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то очень-очень-очень опасно все это дело происходило сейчас после наших ворот. Войнов мяч сохранил. Цибиков. Лунгу. И, по-моему, это Георгий Щенников в подкате вынес мяч. Лунгу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никто не ожидал, видимо, что удар-то пройдет. Вон оно как. После удара еще и нарушение правил. Судья засчитал. Угу, Вера. Мяч считает, ух, в такой опасной близости от штрафной можно было бы... Можно было бы рассчитывать и на... Как бы вам сказать? И на пенальти. Вот как сказать. Это выше ворот, наверное, будет. Да. Надо было бить на силу в левый угол. Тимащук не справился сейчас с ударом, со штрафным. Хотя, казалось бы, все для тебя, дружище. Но нет, не вышло. Надо было сейчас просто рискнуть и пробить в дальний угол. Стенка не прыгала. Бить под нее тоже не имело смысла. Там неплохо сейчас головой выпрыгнул... Кто-то из наших центральных футболистов, центральных защитников. Еременко. Вернблом. И на Еременко очередная передача. Лунгу. Пас на Войнова. Отличный проход. Войновая передача на Угу Виера, который борется тут со всеми защитниками подряд. И почти что, почти что вырывает этот мяч для себя. Но почти не считается. В итоге-то мяч у ЦСКА оказывается Еременко на левом фланге атаки против Цибикова того же самого, который в обиду себе не дал. На 43-й минуте он выбросил мяч на угловой. Прошу прощения за звуки, поправил микрофон. Марган Салес выносит мяч с углового. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А это какой-то глупый очень вынос был от Лунгу. Но он не защитник. Ему можно простить. Мяч у ЦСКА. Очень странные телодвижения были сейчас. Муса. Савичев. Савичев передача на Угу Вера. Угу. Ближний угол пробивается Угу Вера. Но тут Игорь Акинфеев. Упа Савичев с мячом. Сохранил мяч. Тимащук. Ну, кто ж свистит-то? Атака незакончена. Мяч остался у нас. Вынос не было, считай. Такие свистки происходят только-только в мире ФИФы. 0-0. Неплохо сыграли, я считаю. Конечно, были моменты у ЦСКА. Очень опасный этот Вермлум, когда повернулся. Он был спиной к воротам. Повернулся на приеме. И бам! Удар. Единственное, что как бы не попал. Цибиков там отбор неплохой был. Единственное, что отскок. Отскок адресовал мяч футболисту ЦСКА. Отлично. Мирзов. Ну, а у нас при этом были и вот нарушения. Штрафной, прошу прощения, нарушения. Очень опасный. Очень опасный штрафной. И пару проходов. Проблемы с реализацией. Наше все. До этого были проблемы с передачами. А сейчас вот с реализацией. Хорошо. Пяточкой на Натхо. Вермлум. Гонсалес. Получит мяч? Нет. На Натхо. Биброс Натхо. Живнов. Играет на Мирзова. Камбаров. Отлично. Было бы, если бы мяч еще и в поле сохранился. Идея-то неплохая. Марк Гонсалес ушел. Секу Алисе на поле выходит. Большой прессинг Мирзов Сугувера для Березуцкого устроили. И в итоге мяч сохранили для команды. Секу Алисе. Браво. Двоих мяч отобрал. Тимащук. Ах, это Тимащук. Тимащук. Тимащущечка. Секу Алисе. Нет. Камбаров. Кирилл Камбаров. Ну, у тебя же мяч был. Секу. Все шансы, чтобы забить, не реализует Секу Алисе. Воинов. Мяч уже вново. Кирилл Камбаров. Савичев. Стремляется вперед на фланг. Там Лунгу пытается помочь. Предложить себя. У него выходит, а догнать мяч нет. Щеников. Отлично. Лунгу на подстраховочке. И Живнов на вынос. Вот куда Тимащук? Савичев хотел сказать. Куда Тимащук отправился? Мерзов. Не получилось. У него тоже еще пробежать. Отлично, отлично, отлично. Отнимать мяч до конца. Бороться. И вот сейчас можно было встречать. У Гувера. Салапов мяч у Еременко отобрал. Но там упал после этого. Поэтому мяч вновь у ЦСК. Щеников. Березуцкий. Вновь Щеников на Еременко. Мяч у Торпеда. Ненадолго. Тратная передача. Хотя смотрите, тут Вера борется. У Фернандеса этот мяч забирает. Вера на Тимащука. Ну и здравствуйте, Анатолий Тимащук. Разворачиваемся и дарим мяч. Футболисту ЦСК. Пора что-нибудь делать. Допустим, с Тывановича выпускать. Воинов. Пусть будет. Нет, воинов. Вера. Вот так. Мулин. Выйдет. Вот, наверное, вот такую вот штуку я проверну. Мерзов с мячом. Стыванович. Мерзов. Отлично. Кирилл Камбаров. Опять с потеря. Ну а вот за нами. Мерзов. Там было нарушение правил. Судья дал время продолжить. Но мяч остался у ЦСК. Хмеб Мусахой. Диов вышел на поле. Вообще желтая карточка будет показана. Так, точно Диову как раз таки и будет. Да, или Верму? Мощность и точность. Ну же, у кого? Камбаров. Давайте. Кирилл Камбаров у мяча. Идет удар какой Кирилл Камбаров. 1-0. О, да. С этой точки я в одиночной игре завели Реал Барселоне. Черешевым забил. Вот это штрафной. Кирилл Камбаров. Игорь Кенфеев. Неудел. Вот так вот, Тимащук. Надо штрафные бить. Вот так вот. Первый гол в Russian Cup. На 83-й минуте. И торпеда выходит вперед. Для многих это может оказаться неожиданностью. Но нам пора бы выигрывать у таких команд, как ЦСКА. Правда, я думал, на скорости будем выигрывать. Они на штрафном. Отличная передача на Мулина. Камиля. Камиль Мулин выходит 1-1. Камиль. Удар по воротам. Было нарушение. Было пенальти. Все-таки, несмотря на то, что удар был, судья ставит на 11 метров. Василий Березуцкий. Нарушил. Камиль Мулин. Но считает, не забил из-за этого нарушения. Хотя нет, после удара, типа, нарушение было. Вон оно, в чем беда. После нарушения. Иначе была бы красная карточка. У Гавиера, у мяча. Но встанет Мулин. Он бежал. Да и он бьет хорошо. Камиль Мулин. Разгон. Под перекладину. Какой гол! Камиль Мулин. 2-0. Вот это финал матча. От перекладинки. Такие не берутся, господа. Вот так вот. Первый гол тоже в Russian Cup. Отлично. 2-0. А это уже что-то. Вера, отбор отличный. Передача опять на Камиля Мулина. Выходит тут 1 на 1. Камиль. 2-2 мяча Камиля Мулина. И 3-0. Торпеда. Да. Развалила ЦСКА. Которая сейчас все было в атаке. И на тебе. Камиль Мулин. Дубль. Надо было тут реализовывать, конечно. И у него получилось. Главное, что у него получилось. 2 мяча Камиля Мулина. За несколько минут. Тут и не без передачи, не без хорошей игры. Отличнейшей игры. Угу Вера под Камилем. Мяч в руках у Живнова. Кирилл Камбаров. Угу Вера получает передачу. Угу Вера получает передачу. Отличный финт. Угу Вера. Угу Вера. Еще бы забил. Вообще было бы оттасно. 4-0. Но и так разгром. И так ведем. Давайте еще последнее время потянем. Не знаю зачем. Выпустим. Франича. Вам Франич вместо Кирилла Камбарова. Кенфеев. И все. На этом мы слышим финальный свисток. 3-0. Торпеда выносит ЦСКА. 3-0. Вот так вот. Камиль Мулин становится лучшим игроком встречи. Да. Ну Вера отлично сыграл под ним сейчас. Мне кажется. Просто потрясающе. И мы выходим. Выходим на кого? На Динамо выходим. С Динамо мы уже играли. Динамо мы уже выигрывали. Можем дальше пойти. Вот так вот. Интересно. Пресс-конференция. Призовой фон. 95 тысяч евро. Насчет следующего матча. Говорит. Хочу играть. Камиль Мулин немножко похож на Месси. Вот здесь. Приз журналисты. Мы можем похвалить. Локомотив. Очень мне нравится состав. Кстати говоря. За счет пресс-конференции. Блин. А я уже не могу. Да. За счет пресс-конференции можно было на состав посмотреть. Господи. Так. Ладно. Сохранюсь. И попробую с локомотивом сыграть. Вот таким вот составчиком. Не зафлунгло. Да. Вот так попробуем. Кулешов единственное место. Савича вот сюда вот выпущу. Звук отратный. Звук отратный. 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 Прошу меня простить. Жуткий-жуткий-жуткий. Отратный звук. Не знаю, отчего он. Телефон очень-очень далеко был. Сейчас понятия имеют. Хера ли он сейчас появился. Если он был сейчас у вас тоже на записи, то меня простите, пожалуйста. Так. Ладно. Давайте. Вот так вот и выйдем на поле. И будем надеяться, что у нас все будет хорошо. Конечно, я уверен, что Камиль Мулин так хорошо сыграл, потому что там был фактор того, что последние минуты. Как бы пенальти еще, да, заработал неплохо. Но фишка в том, что мы выигрывали и были последние минуты. ЦСКА открылся. И вот когда вот он открылся, мы его дорвали. Не знаю, получится ли у нас здесь так же. Диаран. Бусуфа. Ну, было бы неплохо, если бы мы так же начали играть со всеми клубами. Бусуфа. Мдое. Фернандес. Мдое. Майкон. Нет, не получит мяч Майкон. Лунго на Камбарова. Угу Вера попытался, да, вперед. А, нет, это Ставанович попытался мяч отдать. Не вышло у него ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Угловой. Нет. Отворот, прошу прощения. Цибиков. Передача вперед. Не очень удачная. Очень даже неудачная. Фернандес. Фернандес. Но с мячом. Лунго. Переводик через Франича. Ошибка в передаче. Потеря. У Мерзова не получилось тут побороться. Отлично. Хорошо, что заблокировали. Это было пенальти? Нет. Пенальти не было. Мулин. На контратаке убегает. Попытается. Черлука. Тут его встречает. И выводит на другого защитника центрального, который уже отобрал мяч у Камиля Мулина. Самедов. Браво. Только могу сказать браво. Центральная оборона. Торпеда Москва. Все торпеда не браво, а вот центр. Браво. Ндоя получает мяч. Франич упустил его. Вот сейчас Франич с мячом. Вера. Вера. На Камиля Мулина. Замах. Камиль. И удар по воротам. Дождался защитника. Но на замахе получилось убрать. Молодец. Ох, Камиль, развивайся. Ох, Камиль. Камилюшка. Вот он, Камиль Мулин. Не знаю, чего он сейчас испугался. Получить по ногам, видимо. Цибиков. Новосельцев. К сожалению, не получилось у Новосельцева. Точная передача. Но мяч у торпеды нечего переживать. Стыванович. Новосельцев. Вера. Отобрали. Отобрали, отобрали, отобрали. Выгрызли мяч у него. И перевод на Самедова. И перевод на Самедова. Отличная игра. Цибикова прочитал сейчас маневр Самедова. И мяч забрал. Он, правда, в аут. Тут ускакал от него. Бософа. Диара. В центр. В центр на Ндоя. Майкон. Ндоя. Было нарушение правил. Локомотив продолжает играть. У них же мяч вставляет. Судья. И будет опасный штрафной. Хотя Локомотив играл. Самедов. Охо-охо-охо. Вот это отскочили. Вот это отскочили. Самедов. Отличнейший выстрел. Если бы мяч чуть-чуть ниже пошел, мы бы такой не взяли. Мы бы такой не потянули. Но мяч полетел туда и так, как полетел. Поэтому мы наблюдаем лишь угловые. Вот еще один сейчас будет. Самедов на подачу. Отлично. Сдюжили атаку. Мулин. Мяч сохранил. Мулин. Кирилл Камбаров. Вновь мулин. Мяч сохраняет же. Ну, е-мое. Считает судья с нарушением правил. Играет Камиль Мулин. Бософа. Локомотив мчится вперед. Денисов на левый фланг. Цыбяков. Хорошо закрыл. Ой, Лунгу пропускает, а? Ой, Лунгу пропускает. Денисов. Отрадная передача. За такой никто не угонится. Живнов. Нам нужны три очка здесь. Отличная передача. Мулин. Попади, пожалуйста, дружище. Там номер один. И локомотива вышел с поля. Ой, Камиль Мулин сейчас мог так зарядить. И Гильермо бы не спас. Не знаю, что делать Гильермо так далеко от ворот. Но это чуть было и не принесло нам победу. Ну, даже не победу, а забитый гол. Прошу прощения, победу. Какую победу. Отличная передача на Камиля Мулина. Замах не удался. Мяч Умбарака Бусуфы. Дяра. Отлично, Угу, Вера. Угу, Вера. Уго! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тот перехитрил всех и даже самого себя. А вот забить не вышло. Ну, Угу, Вера. Гильермо с мячом. Зато очень много сил потратил, пока передачу не отдавал. Гильермо. Мяч у Кирилла Камбарова. Не проходит передача на Мулина. Бусуфа. Фернандес. Самедов. Вынос не удался, кстати говоря. Ну, не очень удался, потому что мяч оказался в ногах футболиста Локомотива. Ух, там нифига себе снес. Просто Денис его напрочь. По-моему, это Угу, Вера был. Ну, и на этом сносе закончился. Первый тайм у нас 0-0. Да, конечно, наши футболисты устают. Потому что только что кубок был. Вот. Но надо сдюжить. Отлично. Лунго. Как так? От всех пролетел. Всех да не всех. Янбаев. Самедов. Вновь на Янбаева. Опять Самедов. Хорошо они сыгрались. Вновь через Самедова идет игра. Отлично. Мирзов отобрал мяч. Но чтобы не убрал... Чтобы не убрать его в аут, пришлось вернуть его Самедову. К сожалению. Майкл. Лунго. Браво на подстраховочке. И угловой. Очередной угловой ворота торпеда. Самедов подает. И ух ты, Фернандес. С лету решил пробить. Вот это да. Жилка Джерарта в тебя проснулась, дружище. Что такое, Франищ? Ты не смог подобрать мяч. Поднять, точнее, мяч. Так как делал это сотни раз уже Новосельцев. Ой, прошу прощения. Цибиков. Вот он, Новосельцев, конечно же. Мулин. Кирилл Камбаров. Лунго. Мяч. В ногах. Гостей. Лунгу. Что ты делаешь, друг мой, любимый? Что это за подставы такие? Лунгу, Лунгу, Лунгу. Стиванович. Стиванович. Пришлось тут ему немножко попотеть. Отлично, Угу-Веера. Отлично. Друг. Угу. Камиль Буллин. Камиль на Угу-Веера. Прошел? Нет, не прошел. Защита справилась. И мяч у Локомотива опять. Денисов. Денисов. Самедов. Не получилось пробить. Лунгу. Ну что, попробуем вместо этого самого Лунгу. Пугина. Потому что что-то Лунгу теряет игру. Майкона меняет тоже. Касаев вышел на поле. Пугин. Браво. Пока же неплохо. У Денисова отобрал мяч. Да, ваут. Но отобрал. Диара. Отлично. Мерзов. Мяч у Локомотива все равно остался. Браво. Отличный гол. Красивейший. Конфетка просто. Локомотив выходит вперед. 1-0 на 66-й минуте. Красивейшая передача в одно касание. И удар тоже в одно касание. В ближний угол Живнов не справился. Алла Касаев вот так вот вышел и забил. Попытка перейти на быструю игру на фланг. Не увенчалась успехом. Потому что Пугин тут зазевался. Тише, тише. Будьте аккуратнее, прошу вас. Камбаров. На Мерзова. Мерзов. Стремляется вперед. Почему-то ему никто не помогает. Пяточкой на Виера. Камбаров. Стыванович. Виера. Входит в штрафную. И удар по воротам от Кирилла Камбарова. Но Гильерми на месте. А ведь уже не первый раз мы могли забивать. Отлично, Мулин. Отлично, да не лучший. Франич, браво, подкат. Хорошо. Постелился сейчас. Мне нужно немножко усилиться. Именно в плане вот этого чувачка. Потому что он устает уже. Блин, штрафные некому будет бить. Наверное, все-таки надо выпускать. Подождите, какой? Подожди, 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 подожди. Возвращайся к Амбаров. Даже нет, не к Амбаров. Все-таки Виера. Возвращайся. А Стыванович что-то там под травмой лучше, чем у Щука. А, ёп. Это Новосельцев, что ли, с травмой? Нет. Да, это Новосельцев с травмой. С небольшой. Мерзов. Вот, вроде как, опять же выиграл. Так, мы открываемся сейчас так же, как ЦСКА в прошлый раз. В прошлый матч. Но буду надеяться, что закончим не так, как ЦСКА. Отличная передача на Камиля Мулина. Выходит он вперед. И удар. А удар не получился. Гильерме, браво. Янбаев. Мяч у Локомотива. Вот был шанс, опять же, у Мулина, да? Не получилось в ближний пробить. Касаев. Мдуя. Мулин с мячом. Кулешов. Пугин получает возможность. Принял мяч отвратительно. И отдал мяч, считай, Чарлуке сразу же. Ментально. Ой-ой-ой-ой, Денисов. Браво. Защита, конечно же. Именно центральная. Фланги у нас сейчас пострадали нехило. Франич, травма. Очередная. Кокошка. Косолапова. Цибыков. Пугин. Путин, блин. Мулин попросил мяч, получил. И вот пробить не вышло. Франич. Удар поворотом. И пусты на добивании. Нет, Мулина тоже не получилось. Я, блин, дергаю микрофон каждый раз. А, это офсайд еще, ко всему прочему. Еще и мяч, то есть локомотива боя. Гильермия с мячом. На вынос, конечно. Ваут, потому что... Потому что прижимали. Кулешов. Кулешов. Нарушение правил же. Судья. Нет, ну тут лучше не убивать. Угу Вера. Все. 1-0. Локомотив выигрывает. Но мы уставшие были. Свои шансы не реализовывали. Нареализовывались в прошлом матче. Вдоволь. Бусуфа в итоге лучшего игрока встреча получает. Да. Теряем очки. На матче с локомотивом. Дума. Вполне себе. Закономерно, конечно же. С одной стороны. С другой стороны обидно. Итак, давайте посмотрим. Сразу же. Мечный отчет. Растет. Развивается. Неплохо. Пресс-конференция. Игрок травмирован. Трех недель. Иван Новосельцев. Поздравляю, Кокошка. Вы возвращены. Не, на. Так. Спасибо, что дали мне сыграть. Думаю, я провел хороший матч. Да. Все, что касается твоего матча, меня, в принципе, устраивало. Если бы забил, было бы вообще зашибись. Прям вот лучше не бывает было бы. Микукис. 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 Я хочу посмотреть. 32 года. А Тараканов. 28. Тараканова. Конечно же, тогда. А Кокошка. Тоже 28 лет. Так. Ладно. Да, сохраняю именно этот составчик. Матч с Рубином. У нас в следующей серии будет. А уже. Мы вроде как неплохо начали. Что удивительно. Первые три матча. А теперь как-то на оба лидем. Вот у меня, допустим, получается три поражения, да, подряд. Терек, Зенит. Ну, не подряд. 3-0. ЦСКА все-таки выиграли. Терек, Зенит. То, что он мне показывал. И вот в Локомотиве сейчас. Ладно. Спрашивают. Вера собирается забивать? Ой-ой-ой. Ниту нажал. Вряд ли. А, потеряет сон. Но задуматься ему придется. Крепко очередная игра, в которой угол Вера не забил. Мне там угола буквально потрясла. Тренера команды. Торпеда Москва. Если сегодня с Артом вставе снова появится 27-летний форвард. К удивлению, экспертов не будет конца. А он появится. А появится опять под Мулина. Мулина должен забивать. В этом сезоне. Это сезон-сезон Мулина. Я надеюсь. А у Вера должен переквалифицироваться в четкого. Очень-очень четкого. Очень-очень четкого. Распасовщика. Что ж. Вот так вот будем играть. Отныне. Матч. Кстати, смотрите. Мулин растет. Пипец. Бешено растет. Это хорошо. Продолжай прогрессировать, парень. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!